Ну и Филанович, смотри, цепляется, Батищев направо, что дальше, дальше, здорово, Трубочкин и бьет поворотом, обыграв соперника, правый защитник, хороший удар, Ивана Трубочкина. Пожучие играют, и это только в хорошую сторону, Трубочкин подключается до правого фланга, прострел, удар, Сорока реагирует, добивание, 2-0, 2-0, сейчас становится. Перед мяч, Вячеслав Глеб пасует назад, Криулькин передача на Иванова, удар, очень опасный момент, Филипп Иванова. Особо и не нервничает, может быть, что-то знает, да? Не похоже на него, вот так спокойно наблюдает за игрой, Трубочкин бьет рикошет, ой-ой-ой, как не повезло Шикавке сейчас. Преследует его образов, Шикавка, передача направо, Трубочкин, и, ну, посмотрите, как здорово, Филипп. В первых двух вот этих матчах, стартовых, он играл абсолютно по-разному, ну, сегодня, судя по всему, вот первую, можно сказать, опасную. Филипп Иванов сейчас направо сыграет, будет подача, нет, прострел, Трубочкин, удар по воротам, ухуй, могло быть опасно, если попал бы в створ. По силе было очень неплохо. Чемодан. Двигались, разминулись. Трубочкин, навес. Хорошая подача, но не дотягивает с добича Филанович. Дезориентировал Филанович. Ногу Филановича. Да, Филанович сегодня на острие атаки. Сейчас проходит передача, будет опасно, прострел, нет, это не прострел, это, наверное, скорее, может быть, даже был удар. Это уже опасно, имея желтую карточку, поэтому решил перестраховаться и, по сути, из-за этого мяч проиграл. Удар по воротам и угловой. Очень не точно выбивает, на Сера Звыков мяч подхватил, не дал ему уйти за боковую. Звыков отдал голевую передачу Нового Кича, отвечаем в этот момент. Ну, а этот раз против него жестко сыграл Трубочки, но в пределах правил. Хорошо развернулся Быков, сохранили мяч динамовцы буквально на ленточке и теперь жестко играет на фланге Трубочки, но... Махачо вот по старту этого сезона, поэтому неудивительно, что именно эти футболисты, этих команд, которые сейчас встречаются, уезжали на просмотр. Да, там хорошее проникновение по дне, по-прежнему без голов, и пока у ворот костей моментов не было, а вот Ковалев однажды как минимум потрудился, отбив мяч. Я вот смотрю сухие матчи Гомеля, шесть. Будет, если вот этот завершится... То есть без... Этот футболист тоже умеет забивать Голей, неоднократно он забивал уже в высшей лиге. Предыдущий свой сезон он провел в торпедо Жозина и... В борьбе с защитником прострелись, но там никто из его партнеров на эту передачу не откликнулся. Там был Забу, но он немного не успел. Может пока выбрать, отдает в итоге на Фомие. Но Фомие не смог перебороть трубочку. Падает Челединский, но рядом линейный, показывает, что все в порядке, можно продолжать игру. С Кшенетки хорошо играет головой, выносит мяч. За пределы штрафной, там на подборе играет Лукич. И против Лукича Хаченко. Тут сразу три изменения, в сравнении с матчем против Городеев, в котором Гомельничу 0-0 сыграл на выезде. Во-первых, кроме схемы, которую мы уже вам представили, в три центральных защиты. Чего их в этом моменте? Ну, проблемы, на мой взгляд, не только в позиционном нападении. Вообще такая организованная игра, которая... Теряет мяч. Хотел сделать дабл-зидан, но вот если первый раз прошел, то второй нет. Ну, там Потоцкий был, тоже такой Юркий Павел. У нас состав, вот сейчас опасный, может быть, атака со стороны Могилевчан. Подача. И что удивительно точно, отлично прерывает передачу защитную, получается не очень хорошо. Часто достаточно забивают соперники. Подача Лебедева. Вот сейчас, видишь, здорово сыграл. Руководством совершенно другого человека, человека из Украины. Это Владимир Петенко. Вот, Владимир Петенко тренировал очень долгое время металл. Петенко пришел подавать с левой ноги. Он прибежал туда к мячу по команде Алексея Меркулова. Это я точно тебе могу сказать. Ну, что-то среднее, да, не долетает. И тот Грузию пытается сбросить нападающему. Трубочкин хорошо выигрывает вверх. Корсак пытался продолжить на Трубочкина вернуться, точнее, но не удалось. О, можно обыгрывать или бить? И нет. Защитники коршунами вцепились. Весьма перспективная вещь. Подача на дальнюю штангу на этот раз. Выигрывает вверх футболист. Найок. Хороший заброс на фланг, но прерывается эта передача. С Найоком играет. Найок хорошо разворачивается снова вокруг Иванова. Подача в штрафную не точнее. Возвращаться назад, оставляет передачу на Бобко. И весь шанс сделать подачу в штрафную прямо в голову. За 45 секунд до окончания уже компенсированного времени выполняется тут стандарт руками. Трубочки. Хочется, чтобы ударный концов. Вот он, да, скажем так, располагаясь непосредственно перед центральными защитниками. Их все-таки скорее... Для Зимы Ромпетенко немножко есть проблемы именно нефутбольного характера. Так, например, это одна из проблем, которая случилась. Было данное поведение у центральных защитников, как будто они не торопятся. И все сводится к тому, что один из центральных защитников получает мяч и просто отправляет... Вообще, конечно, очень бросается в глаза, что команды обе физически очень сильно готовы. Очень много борьбы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...